доброе время суток как обычно репортаж из гаражей где я работаю сегодня будет обзор честный исходя из моего личной моей маски как я им пользовался ну и что я могу так сказать пожелать и рекомендовать и наоборот к сожалению я не сотрудничаю с рекламодателями а то мог бы может быть деньжат заработать ну расскажу просто честно да вот по моя скажем так это крайняя маска она номер 4 это маски будут со светофильтрами это маски хамелеоны вот есть у меня конечно стандартная маска и только недавно пользовался я бывает кстати пользуюсь то такой то такой то то такой то такой и вот опять я вернулся сейчас к такой расскажу самое главное то что нравится мне и на какой маски я все-таки остановился исходя уже из многолетнего опыта ну начну я с маски из хамелеона самое скажем моя была первая вот такая вот барсовская маска что у них вообще бывает бывает у них скажем так датчики которые срабатываются два их 34 здесь расскажу у этой маски 2 у последней у крайней маски здесь 4 вот смотрите 1 2 и вот 3 4 поняли почему я уже так сказать эволюционировал здесь тоже 2 все эти маски с видите чтобы ваш там аккумулятор или батарея под заряжался у все я такие брал маски у всех масок есть вот такая вот внешняя регулировка это тоже важно то что вам будут рассказывать в магазинах это одно а то что я расскажу я я думаю это уже более так сказать скажем это я не хвалю никакую фирму так скажем выбралась цена-качество и удобство ведь здесь уже более регулировка сложная ну к ней вернемся попозже дальше здесь вот посмотрите нет она похожа просто от аккумулятора да тут еще есть внутри регулировки я думаю видите но это все детали у нее самого главного нет вот то что я выбрал маски и здесь тоже этого нет вот здесь видите он тот аккумулятор который не вынимается или вынимается уже все ломается деформировка то есть выбрасывать садится сама аккумуляторный там или батарея то вашу маску можете выбросить что с ними случилось вот смотрите здесь здесь заменяется батарейка ее можно легко поменять вот она здесь находится у чик достали и удобно поэтому конечно рекомендации сразу скажу что ищите с четырьмя датчиками вот два и два это лучше но цена сразу будет у вас увеличивается если вам в магазине частые мне катают это не играет никакого значения маркетологи там я думаю лучше хуже верней хуже не будет думаю что лучше будет доли секунды никто уловить не может но я думаю я в это все-таки несколько верю что заявляют что срабатывание более быстрое вот видите четыре они два да вот эта ручка вообще должна это не обсуждать здесь должны вы варите и регулировать это без осуждения но у вас должна быть маски тоже ключевая или батарейка есть у дешевок просто обыкновенная там один или как там она называется просто батарейка здесь в более дешевых масок или вот такая более ну понимаете литиевая или какая-то там то есть вот здесь вот тоже батареечка как у часов просто побольше размеров вот эти важнейшие факторы то есть батарейка должна быть они какой не аккумулятор который накрывается вы маску выбросили как у меня с этим маском случилось ну и регулировка видите здесь очень удобно можно шлифовальный режим выставлять но мне не нужен нужно специальной маской пользуется это думаю все херня как то что вот посветлее вот переключатели там в динах да это нужно да но я кстати хочу сказать что вот это переключение слишком аккуратно вы вот тут что-то просто регулировать чуть-чуть задели и вас она сбивается но это не тяжело взять подстроить то есть вернуться к обратной регулировки но когда все здесь управление здесь вы вынесено да может быть здесь удобнее знаете кому но это я считаю на любителя но если вы там куда-то лазите вот это все может засраться заговняться надо тоже к этому как-то аккуратно относиться понимаете потому что вот пыль если здесь налетает ну здесь сами понимаете всегда пыль меньше ну и то она налетит а здесь когда работаешь тоже шлифует допустим маску снимаешь всему я вот не знаю но я предполагаю что вот сюда может забиться условно грязь и у вас регулировки тем более не очень нежно работают могут они я так думаю выйти из строя но так все здесь стандартная все там посветлее потемней шлифовалка вот видите сварка шлифовка я думаю все хорошо видно но это само затемнение регулировать потому что хотите потемнее сделать стекло у вас будет хотите посветлее вообще будет все прекрасно отлично видно это у всех маска одинаково поэтому основные факторы естественно я не выбирал по дизайну да по цене скажу выбирал я не естественно по дизайну а ключевые факторы которые я нашел в этой маске и у нее есть еще один важнейший фактор если вы заметили нет расскажу чуть позже как вы понимаете есть там подзарядка видите там от солнечной батареи 4 датчика и регулировка мне очень понравилось и самое главное батарейка вот такого вида это плюс все дальше мне понравилось еще именно у этой фирмы я нашел много фирм переискал что мне понравилось но этот налобник этому всех мягкий вот здесь хорошая регулировка мне понравилось вот это даже тоже вращается видите отдельно здесь такого нет вот я могу вам показать здесь такого нет вот видите дальше здесь вообще просто простой зажим здесь крутится это очень удобно дальше что мне в ней понравилось но и самый главный наверное новшество плюс посмотрите какой сам большой светофильтр видно что он тут вот а здесь он вот и здесь тоже светофильтр еще уже а здесь он вот такой модель вон а из 607 светофильтр здесь по моему уже стоит 507 внутри посмотреть как хорошо видно что насколько большой обзор да какое окошко большой очень удобно я сразу ее выбрал какая цена у этой маски честно отдал мне 2900 и очень рад потому что что-то похожее продавалась тоже с четырьмя датчиками окно не помню фирма по моему фубок врать не будут стоило 4900 можете представить что-то под 5000 это 2900 по моему я дал 2900 на маски такие должны уже идти там 45000 я ведь даже 3000 не доплатил тоже важный фактор расскажу что почему сломались эти маски до могла сесть одна по моему меня просто батарея разрядилась там аккумулятор вернее потому что батареи заменить можно и ее все хана не стала она перестала на ловить но включаться выключаться и эту маску у меня служила на года два или три тоже барсовская но по удобству надо как вы видите на полу не очень по удобно креплению но я наверное и заморозил будьте аккуратны если минус и минус 10 у меня в гаражах только 20 естественно бывало и 30 и года два-три и как бы наверное там эти жидкие кристаллы на чем они накрылись она тоже перестала ловить и работать поэтому к у кого опыта маловато вот когда я начинал у меня тоже было маловато поэтому я брал вот эту маску знал как взять что-то мне по ушам катают продавец это я взял мне прокатили она вот эта маска ей всего она у меня очень недолго отработала то есть я взял там за три с половиной тысяч может там два года три на год назад вот и так я расстроился такое ховно оказалось взял я потом вот это начал переходить но с ними работа на коротких швах это точно подыма когда сотнями раз поднимаешь это никуда не годится только конечно надо работать чтобы были у вас светофильтра хамелеона так что я пока доволен цена меня вообще обрадовал хотя за цену не стоял я там с собой деньги взял думал любой день я дам я имею там и 5 и 7 тысяч вот то что я нашел мне понравилось теперь будем смотреть как она в работе я уже в ней скажем так где-то на недельку поработал уже довольны ванность как она прослужит вот все эти вот эти штукки тоже мне пока нравится все хотя видите как немножко сопливо это выглядит вот это сейчас сломается придется может те переставлять дальше почему я эти крепежи и не выбрасываю для обзоров да и для сравнения чтобы потом было что вспомнить не перепутать ну и крепежи я думаю можно какие-то снимать отсюда даже всякие там понимаете и переставлять на другую маску я почему иногда не выбрасываю то есть вдруг что-то сломалось то взяли поменяли еще один фактор когда я выбирал тоже маску и тоже мне было неприятно он не не такой важный чтобы когда у вас голова вот так вот маску то наверх то вниз опускаете чтобы вот это вот не хрустел крепеж знаете начинает так звук слышно вполне тихо бывает раза в три наверное громче и это может раздражать вот эти вот крепежи тоже не будут по моему фуговские маски или еще чьи-то очень часто крепежи здесь определенные имеют у фирм схожести обращайте внимание чтобы она у вас не хрустела потому что когда будет вот так маску на голове она у вас будет ходить чтобы не хрустела слишком звон не ставит видите как тихо вот это не раздражает хотел купить а чуть маску не купил именно из-за такого вот хруста но это было просто невыносимо здесь это слишком наоборот никак вы не зажмешь и разбалтывается здесь бывает как-то ненавием там срабатывает что ли вообще играет слишком легко даже не затянешь то есть пытаешь затянуть уже все до упора услышите да вот на этот фактор выбирайте не торопитесь ну и если понравился обзор ставьте лайки дизлайки подписывайтесь и следите за новиночками и обновлениями ну и смотрите еще фото и что я там бывает тут у себя в гаражах своих изготавливаю фото и что я вам покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok